Мы с вами кровные родственники в нашем Господе, правда? Потому что то, что мы с вами имеем, и то, что мы с вами находимся в Божьей семье, и то, что мы можем друг друга обогащать и благословлять друг друга, конечно же, это не идет ни в какое сравнение, допустим, с тем, что есть за пределами Божьей семьи. Поэтому наш Бог, Он щедрый, богатый милостью, правда? И Он это раздает нам, лишь бы мы были готовы всегда это принять, применить, использовать. И есть такое выражение на еврейском «шлехим» или «посланники» переводится, да? У нас есть книга «Деяния апостолов». И там описываются разные интересные события после рождения первой общины, первоапостольской. И в Первом веке и позже «шлехим» — это те люди, это ученики, то есть не только Талмидим, не только ученики, но и посланники, как «шлехим», они должны были исполнять все эти поручения, все эти указания от своего господина, от своего хозяина, который он им поручал. Все эти права, обязанности, слова, полномочия, то есть в точности передавать. И вот ученики Ишуа, они как раз были теми, которые повиновались своему господину, своему учителю Ишуа, и они в точности шли и передавали эти полномочия, передавали все те слова, которые он говорил, использовали ту силу и власть, которую он им давал и передавал. И вы помните, когда он их посылал, они возвращались и говорили ему, «Учитель, и бесы повинуются нам», и так далее, да, и исцеления происходят. Он говорит, радуйтесь другому, радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни на небесах, да. Поэтому, безусловно, мы можем с вами очень многое делать, служа нашему Богу, служить людям. И Бог дарует нам свои дарования, Бог раскрывает у нас те таланты, которые у нас есть, и те знания, которые мы можем применять, учиться. Вот, и мы можем достигнуть даже определенного успеха в нашем служении, в нашем хождении с Богом и перед Ним. Но самое важное, конечно, чтобы у нас было самое главное такое ожидание, стремление, цель, мечта, желание оказаться с Господом на небесах, правда? Чтобы, как говорится, нам не было обидно за бесцельно прожитые годы. И я то, что вчера вам обещал, расскажу немножко о нашем свидетельстве, о моем свидетельстве, как мы пришли к Богу и как родилась наша община. Мы с женой покаялись в 97-м году, это было в ноябре месяце, и на то время мы уже были мужем и женой, расписались, и у нас были такие хорошие намерения, в кавычках, наверное, или не знаю, ну, в то время, потому что многие еврейские семьи, и вообще то, что было в то время на Украине, в 90-х годах, в начале, в середине и позже, безусловно, многие уезжали, кто на постоянное место жительства в другие страны, может, и ваши друзья, и знакомые, и родственники, да, кто куда-то на работу устраивается, вот, из-за известных причин на Украине экономических и так далее. И мы тоже планировали уезжать на постоянное место жительства в Германию, вот, потому что по документам мы имели это право, по еврейской миграции. И у нас был небольшой, скажем, ну, бизнес нельзя назвать, но на то время мы ездили в Польшу, что-то там покупали, у нас что-то продавали. Вот, у нас было определенное место на рынке в Бердичеве, вот, то есть, в принципе, на то время, кто в большей мере, кто в меньшей мере этим и занимались, вот, в разной степени много-много людей. Вот, и мы вот этим занимались и старались, безусловно, конечно, честно трудиться, проходить все таможни и все границы и так далее. Ну, безусловно, не так все было просто. И, кроме этого, конечно же, я понимал, что, ну, есть что-то, ну, как бы в жизни, и вот в том, где я сейчас нахожусь в то время, мне было тогда 27 лет, что есть что-то большее, чем просто какая-то обыкновенная жизнь. Вот, хотя мы, скажем, не очень сильно нуждались, может быть, были в таком среднем достатке, по крайней мере, потому что мы трудились, естественно, какая-то копейка у нас была. Но, кроме всего этого, у меня был какой-то такой поиск чего-то такого духовного. Моя мама, она у нас в Бердичеве, она посещала католический храм, вот, костел босых кармелитов. И она, ну, изрядно туда была такой активной прихожанкой по воскресеньям, в другие времена, периодически меня туда просила, чтобы я с ней пришел. Я больше так склонялся, чтобы посещать православный храм. У нас в Бердичеве есть одна православная церковь, и мне нравилось туда ходить, не только на Пасху, вот, или там еще какие-то другие празднества, вот. Но даже в любое другое время я просто мог туда прийти и находиться среди этих стен, среди икон, ну, как бы что-то я для себя там искал. И где-то, конечно, что-то я для себя находил. В Киеве, если вы бывали в Киеве, там есть уже известный Владимирский собор на проспекте Победы. Это тоже было одно из моих таких любимых мест. И когда я туда приходил, там есть икона Иисуса Христа. И когда я приходил, я мог там стоять и 20 минут, и 30 минут. И что-то, как я понимал на то время, что-то я говорил Господу, что-то я там переживал. Вот, мог там находиться и час. Вот, то есть находил для себя, может быть, как многие православные верующие, какую-то там отдушину и так далее. Вот. Но когда я выходил из храма, вот, меня хватало ровным настолько, насколько я мог просто нуждающимся дать какую-то милостыню, которые были возле храма. вот, еще какое-то время побыть в таком благоговейном присутствии, да. А потом, конечно же, моя снова неправедная жизнь, она катилась своим чередом. И это и взгляды на жизнь, и ценности, и смысл, и взаимоотношения с женой. Хотя, как бы, видимо, среди многих других было вроде бы как бы неплохо, но все равно было плохо. Вот. И таким вот образом я искал вот как-то вот Бога. Я себе понимал. Моя жена, она еще в детстве, она полностью из такой, из попапанной и по маманной линии из еврейской семьи. Она по праздникам, бабушка ее иногда брала в синагогу, она там некоторые праздники встречала. Вот. Она была больше в такой, к еврейской среде. Она не посещала никакие церковные храмы христианские. И пришел этот момент такой, когда однажды мы приехали с очередной поездки с Польши, а мы живем недалеко от стадиона. Это было в августе месяце, в 97-м году. И мы вечером вышли, чтобы немножко что-то купить в магазин, поужинать и так далее. Вот буквально после поездки. И мы выходим и проходим мимо стадиона, и видим, что на стадионе очень много людей. Ну, очень много. То есть обычно там были какие-то спортивные мероприятия, футбол. Вот. Но здесь мы видим, что очень много людей, и какой-то человек на английском что-то рассказывает. И то есть мы поняли, что это не какое-то спортивное мероприятие. Естественно, нам было очень интересно, что здесь происходит. Но мы зашли на стадион, вот сели на скамеечки, и тот человек, который говорил на английском, и переводчик, мы начали слушать, что он говорит. И по большому счету, все, что я запомнил, что он говорил, и то, что меня очень сильно коснулось и мою жену, это то, что его Бог реально исцелил от рака. Вот. Ну, это известный Давид Хасавей, евангелист. И потом люди подходили там, бежали на исцеление, когда он за них молился. И что-то тогда произошло в наших сердцах. Вот. То, что мы услышали, каким-то образом это нас коснулось. То есть мы понимали это, ну, за этими словами, которые говорит этот человек, что-то очень серьезное стоит. Это не выдумка, а действительно реальность. Вот. И ашерская команда, группа людей, я тогда еще не понимал, кто это, но было все очень организовано, и буквально очень люди были приветливые. Вот. И они обратились к нам, чтобы мы оставили свои какие-то координаты, приглашали в церковь. Ну, мы с радостью это сделали, конечно. Вот. И потом через где-то недели полторы-две нам начали звонить и приглашать нас в церковь. Ну, и как мы уже понимали, это нетрадиционная церковь. И поскольку у нас основные дни нашего заработка, это были суббота и воскресенье, потому что это базарный день, вот, то, конечно, нам было нелегко сразу согласиться и прийти на богослужение в эту церковь. Ну, мы решили так, что, ну, поскольку можно как-то с женой договориться, и чтобы мы, там, или я постоял какое-то время на рынке, или она, вот, что кто-то из нас все-таки начнет ходить. Вот. Вот, хотя бы первый раз. Ну, вот, первый раз пошла жена, вот, и она пришла и начала мне все рассказывать, как там интересно, как там много людей, как люди поднимают руки и поют Аллилуйя, и потом, как пастырь начал проповедовать, вот, и люди все приветливые. Ну, в общем, ну, для меня, конечно, это было все очень странно. Вот. Я говорю, ну, хорошо, молодец. То есть так, ну, не то, что скептически, ну, равнодушно к этому. Ну, думаю, хорошо. У нас же свои планы. Вот. Мы же должны же вообще ехать в Германию. Вот. И постепенно в это время, ну, мы начали ходить на курсы немецкого языка. У меня начало все очень хорошо складываться в этом отношении. И я просто немецкий начал учить, ну, просто как с листа. Вот. И если у меня была практика, то я бы до сих пор говорил бы хорошо на немецком языке. Ну, так немножко что-то осталось в памяти. Ну, в общем, так хорошо у меня пошло. Вот. И как бы мы понимали, что вот мы уже должны уезжать. И у нас уже была своя земля в Германии, Саксония. Вот. Город Карлморкштадт. Сейчас он называется Хемниц. То есть мы думали, что мы там будем жить. Вот. Но оказывается, у Бога были какие-то другие планы. Вот. И моя жена Фаина, она проходила на эти служения по воскресеньям. Ну, где-то 4 или 5 воскресеньев. Вот. И потом, ну, каждый раз она мне, безусловно, об этом всем рассказывала. И потом она говорит, Вадик, ну, давай, наверное, и ты уже пойдешь. Я говорю, а как? Она говорит, ну, я постою на рынке, а ты пойдешь? Я говорю, не-не-не, как я сам туда пойду? Я там никого не знаю. Вот. Ну, в общем, мы с ней решили, что наша мама, она постоит какое-то время на рынке, а мы быстренько сгоняем на час-полтора на богослужение и обратно. Ну, такие наши были какие-то попытки. Ну, вместе пришли мы на это богослужение. Вот. Она, безусловно, мне начала как бы все рассказывать, что тут происходит. Она уже как знающая. Вот. Хотя она еще не покаялась, но просто ходила. Вот. Для меня это, конечно, было все новое, потому что я вообще не представлял себе, что может быть такое христианство. Вот. Я смотрю, что люди, они открывают Библию, что-то там читают и что-то отмечают. Вот. И когда идет какая-то молитва или там поклонение, они что-то записывают. То есть, и тут я слышу, что люди получают откровения. Думаю, как люди могут получать откровения, как люди могут слышать Бога и что-то писать. То есть, у меня это было, ого, думаю, вот это такие люди, значит, есть, это такой Бог есть. То есть, вот эти вот как бы вопросы, то, что я видел, они меня начали постепенно затрагивать, конечно. И мне понравилось. Мне понравилось. Вот. Ну и потом перед нами стал выбор, как же нам дальше поступать, потому что все-таки мы же должны работать, трудиться. Вот. Ну, нашли выход. Как-то мы так этот воскресный день перекидывали на кого-то. Вот. Помню, служение заканчивается, воскресенье бегом сразу на рынок. Ну и так далее. В общем, постепенно мы с ней начали ходить на эти служения. Вот. И в одно из воскресений пастор сделал после проповеди призыв к покаянию. Вот. И моя Фаина, она подняла руку, вышла туда в центр. И я думал, ого, как это так? Я вообще... Для меня это было очень странно, как она так смело это сделала. Вот. И она покаялась. И я видел, что с ней начало что-то такое происходить, то, что... Ну, она начала вдруг читать Библию. Она начала ходить на домашнюю группу. Вот. Она все больше начала говорить о служении, о Библии, о Боге. Вот. Я как-то смотрю, что она меньше начала говорить о нас, о наших планах. Вот. Я где-то начал немножко раздражаться, немножко нервничать. Вот. Ну, думаю, интересно, что же дальше будет. Вот. Ну и потом, буквально через 3-4 недели, ну, где-то около месяца после того, как она покаялась, в то время как раз церкви, это было 5 лет, такая харизматическая церковь. И у них был праздник, и была одна сценка, по-моему, это было связано с распятием Господа, потом его воскресением, ну, такая достаточно глубокая духовная сценка. И меня это тоже коснулось. И потом пастор еще несколько минут дополнил, ну, через Слово Божие о том, что совершил Господь на кресте. И тоже призвал покаянию. И вы знаете, до того, как он это говорил, ну, я уже что-то такое внутри переживал. Здесь у меня что-то вот так все стучало. И я уже ждал этого момента, когда наш пастор, он сделает это обращение, чтобы я вышел и произнес эту молитву. То есть я уже, оказывается, был готов где-то внутри. И пастор призвал покаянию. И даже когда он еще не договорил, я помню, как моя рука, она вот так резко поднялась. Вот. И, то есть, очень сильно было такое большое желание выйти на эту молитву покаяния. Вот. И он нас вызвал в центр зала. Вот. Вперед, перед людьми. Я помню, стоял там такой весь перед людьми, думал, куда мне спрятаться. Ну, как бы так стеснялся, безусловно. Вот. Закрыл глаза, слезы текут, а со мной еще несколько человек. Вот. И помолил. Да, 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 да. Помолились мы. Вот. И вы знаете, с того момента во мне, я понимал, как уже потом мне начали объяснять мои домашние руководители, то, что я слышал в церкви на проповеди, то, что я немножко уже мог читать, что это было рождение свыше. Вот. И вы знаете, в один момент просто нас Богу начал освобождать от разных вредных привычек. Моя жена, она... Ну, мы не то, что были такие, скажем, люди легкого поведения, но у нас были друзья, мы могли посещать там рестораны на то время, были такие душевные компании со всеми вытекающимися отсюда последствиями. Вот. И моя жена, она, ну, так, курила достаточно часто и многое. Бывало такое, что она могла там в полночь, за полночь сказать, Вадик, сходи, пожалуйста, за сигаретами и так далее. Ну, и мне приходилось идти. То есть такая была как бы неявная, но все-таки зависимость. Вот. И у меня с этим было чуть попроще. Вот. Я мог курить, мог не курить, но из-за того, что в квартире все время был дым, сигареты, я тоже был в это вовлечен. Вот. И вы знаете, на домашней группе мы попросили наших руководителей домашних, чтобы они за нас помолились, вот, чтобы мы бросили курить. Вот. И у нас было вообще на самом деле желание. Вы знаете, они помолились вместе с нами простой молитвой. Они спросили, или мы хотим, и сказали, да, очень хотим. Вот. И мы вместе с ними помолились, и вы знаете, просто, ну, это произошло, реальное чудо. Вот так вот. Раз. И Бог освободил и меня, и жену, и просто потом, когда мы друг на друга смотрели на следующий день, утро, как мы вышли на улицу, как мы реагировали на тех курящих людей, и как мы реагировали на общение людей, когда они между собой общались, где там было какое-то сквернословие или еще что-то. То есть мы поняли, что мы другие. С одной стороны, нас это очень радовало, а с другой стороны, мы начали чего-то бояться. Знаете, как это такая могла произойти с нами перемена? Вот. Ну. Понимаете, да? И для нас это было очень неожиданно, и нам было интересно. И вот мы все больше и больше начали посещать уже внутреннее служение церкви, не только воскресное, домашнюю группу. Там в средней неделе была еще общая такая библейская школа. Вот. И мы начали так интенсивно в этом направлении двигаться, изучать все. Нам было очень-очень интересно. Вот. И, как я говорил, я задавал разные вопросы на домашних группах, то есть искал ответы на интересующие нас вопросы. И, кроме этого, по мере того, как возникали у нас вопросы, у моей жены были еще дополнительные вопросы. Это в церкви. Хорошо. Вы мне скажите, пожалуйста. Ну, как бы, начали мы умничать, но умничать в хорошем смысле. Вот. В Библии в Новом Завете говорится о Иисусе. Вот. Что Он вообще еврей. Что Он вообще родился в Израиле. Что Он вообще служил людям, евреям в Израиле. Вот. И оказывается, что апостолы, ученики, они все евреи. Ну, и так далее, и тому подобное. Вот. А почему в церкви об этом не проповедуется? А почему в церкви не говорится о евреях? Вот. То есть такие нормальные, простые вопросы. Нормальные вопросы. Вот. И... И, конечно же, что наши духовные наставники, они нам не могли дать те ответы, которые нас интересовали на сто процентов. Что-то они, конечно, пытались сделать. Ну, вот. У нас были вот такие вот вопросы. Вот. И... Проходил месяц за месяцем. Вот. В течение полтора года с момента того, как мы покаялись, мы посещали все служения. Мы практически не вели никакое служение. Нам еще, естественно, не доверяли. Мы еще не были готовы. Вот. Ну, и... Ну, у нас было стремление все познавать. Ну, нужно было еще что-то, чтобы к нам пришла вот эта ответственность и какая-то духовная более-менее зрелость. Единственное, что я начал очень сильно делать, вот, меня это сильно начало влечь в то время, до 97-го года. И в этот год, и чуть позже очень сильно на Украине, в христианстве поднималась теория преуспевания, теория процветания. Вот. И в нашей церкви об этом тоже говорилось. И говорилось такие слова, что, ну, люди просто толпами начали идти в церковь и обещалось о том, что если вы придете к Богу, вы будете иметь все. Вот. Материально и в достатке, и в 30, в 60, и в 100 крат. Закон сеяния и жатвы. И меня в эту сторону очень сильно потянуло. Вот. И... Но у меня было, поверьте, такое искреннее желание вот именно не просто обогащаться самим, потому что мы как бы, говорю, повторю, что мы так, ну, в среднем достатке жили, ну, особенно так не нуждались. Вот. Потому что работали, могли поехать в Крым отдохнуть и так далее. Автомобиль у нас был, квартира у нас. И... Но я понимал, что я хочу вот каким-то образом послужить Богу. Вот. И я начал читать книги, брать у наставников и слушать проповеди в этом направлении, потому что тогда в основном об этом проповедовалось, о теории преуспевания. И я взял такую книгу Джона Аванзини, «Финансист последнего времени». Вот. И я в этой книге и в своих тетрадях всё там подчёркивал разными карандашами, разными цветами. Все эти законы, их там очень много. То есть то, что ты сеешь, то ты и пожнёшь. Вот. И я думал, что я буду финансистом последнего времени. Да, это было моё искреннее желание. Я помню, как я очень, так, подходил очень ответственно из-за того, что, ну вот, реально, ну, как бы любил Бога и поклонялся Ему всегда. Ну, видно было, что мы родились выше. Знаете, вот реально мы... Наша жизнь начала меняться. Отношения немножко с друзьями. О друзьях я чуть позже тоже расскажу. Вот. О наших друзьях и что-то начало менять в наших характерах. То есть я увидел, что у меня есть, ну, вот это вот желание хотя бы теми деньгами и средствами, которые у нас есть, послужить Богу. И у меня было очень трепетное к этому отношение. Вот. Я брал самые лучшие конверты. И вложил туда самые новые купюры. Да. И зелёные на то время. И наши разные, да. Украинские. И, в общем, и такие немалые суммы, и десятину, и плюс приношения. Как нам говорили, благодать на благодать. Вот. Ну, такое было отношение. И я искренне думал, что я буду тем, который будет благословлять Божьи проекты, вот, и так далее. Хотя я себя как-то не видел, что я там буду расширяться в нашем зарабатывании денег через поездки в Польшу. И вот тем трудом, которым мы занимались на рынке. Тем более мы должны были уезжать в Германию. Вот. Вот. И однажды пастор дал такое объявление в церкви, что те, кто желают, будет проходить конференция в Киеве на базе церкви Мировой Жатвы, где пастор Дмитрий Масон. Там будет одна пророческая конференция. И туда должна приехать одна пророчица из Соединённых Штатов Америки. «Если кто желает, пожалуйста, подойдите ко мне». В церкви тогда было человек 500-600. Вот. Ну и на служении, я говорю, Фаина, вот пастор сказал, и я чувствую, вот, что мне надо поехать. Я вот понимаю, что вот мне надо поехать. Вот. Я знаю, что если я туда поеду, вот что-то это будет для меня очень такое важное. Она говорит, ну, хорошо, подходи к пастору. Говорит, вот я подхожу к пасторю, и ещё один брат тоже подошёл, а то мы вдвоём всей церкви подошли. И он, конечно, был как-то удивлён, что мы подошли, ну, особенно я. Ну, говорит, хорошо, едьте, пусть там ты ещё молодой верующий, ну, едьте. А тот брат был старше, вот он будет старше, а ты с ним поедешь, чтобы ты был послушен. Всё, отправили нас, командировали, благословили. Приезжаю я в Киев на эту конференцию, вот. И в первый же день, ребята, в первый же день, а была такая, может, она и сейчас есть, по крайней мере, я не слышал, вот, Шерон Стоун, ну, знаете, но не певица, актриса есть. Актриса, певица, актриса, да? Основной инстинкт, да, да, я вот запомнил, но это была другая Шерон Стоун, вот, такая благословенная женщина, сестра, служительница Божия. И, как выяснилось, она очень, ну, как я уже тогда мог понимать на служении, она, так, была открыта для Духа Святого, двигала в пророческих дарованиях, в слове знания, ну, и так далее. Вот. И она буквально несколько слов вступительных сказала об открытии этой конференции, о том, что будет на этой конференции, и потом начала пророчествовать тем людям, которые были на этой конференции. Из других городов не так много было, в основном члены служителя Церкви Мировой Жатвы. Вот. Вот мы были с Бердичи, буквально еще из нескольких городов и все. Вот она начала пророчествовать прямо в зале некоторым людям, одному, второму, третьему, четвертому, пятому. Вот. Просто их поднимала и говорила такие сильные вещи, как я понимал, вот, о прошлом, о настоящем, о будущем, судя из реакции служителей, пастора. Вот. И потом, а я, мы как раз сидели в центре зала, и она обращается потом ко мне, смотрит на меня, говорит, вот вы, молодой человек, в сером джемпере встаньте. И я же не понял, смотрю по сторонам сзади, может это не ко мне. Она говорит, нет, 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 вы. И я встаю. Вот. И она начинает мне пророчествовать. И, вы знаете, то, что она мне сказала, это, конечно же, очень повлияло на, дальше на всю мою жизнь и на мое служение. И она буквально-таки сказала слова, что Бог тебе сейчас будет давать, дает тебе ответственность в том, что Он намеревается тебе дать. И от тебя зависит, возьмешь ты эту ответственность или не возьмешь ты эту ответственность. А как раз на это время, это было в 99-м году в январе, а в апреле в 99-м году родилась наша община. И вот это был как раз период, то есть это, мы чуть больше года как верующие. Это был период, когда вот уже в церкви нашей мы уже с воином должны были брать домашнюю группу. То есть у нас уже дома проходили домашние служения, мы еще не были руководители, но вот как бы уже нас видели, чтобы мы были домашними руководителями. Вот она говорит, что Бог говорит о том, чтобы ты не брал неверную ответственность, потому что у Него есть другая ответственность. Я, конечно, сразу тогда не понимал, о чем идет речь. И дальше она говорит, вообще, Бог не сделал тебя тем человеком, который будет заключать со мной сделки. А у меня с Богом были сделки в отношении денег. То есть у меня как бы были с одной стороны искренние намерения, а с другой стороны, когда я давал какие-то суммы денег, я у Бога что-то просил. Вот если ты это, то я тебе это, то ты мне это. Как бы с одной стороны, вроде так искренне, а с другой стороны, где-то для себя, корыстно как-то. Вы знаете, и когда она об этом мне начала сказать, ну, когда она об этом сказала, я смотрю, что по мне прошла дрожь какая-то. Вот я понимаю, как это может быть вообще. Ну, вот как верующий, как в церкви у нас такого особенно как бы не было такого. Вот, и первый раз, и она говорит, что Бог не сделал тебя тем человеком, с которым ты будешь заключать сделки. Но Бог тебя сделал мужем веры. Послушайте, и я понял, в чем идет речь. Вот, и дальше она говорит, что ты вообще будешь как то животное, как привязанное к Богу. Вот, вот слово привязанное, которое мы вчера разбирали. Вот, и туда, куда Он тебя поведет, вот туда ты с Ним будешь идти. Ну, и так далее. Муж веры, и так далее. Вот, и вы знаете, я услышал это пророчество. Вот, я подошел после службы. Я уже больше ничего не слышал. Я не остался ни на второй, ни на третий, на четвертый день конференции. Вот, потому что для меня этого было на то время уже достаточно. Это была уже на то время моя мера приема пищи, мой кусок хлеба. Вот, после служения я подошел к операторам, очень попросил, чтобы эту кассету мне как-то переписали, передали, побыстрее. Я вот с Бердичева, пожалуйста, я же ваш гость, я хочу, я вам дам сколько денег наперед, заплачу, чтобы вы меня записали, ну и так далее. В общем, я получил через время некоторую эту кассету. Вот, и сразу в этот же день я уехал домой, и приехал домой, и рассказываю все жене Фаине. Вот, и с одной стороны радуюсь, с другой стороны плачу, и потом, когда она получает кассету, мы вместе раз еще с ней это все слушаем. Вот, и Фаина понимает, что вообще что-то очень серьезное произошло. Вот, это январь месяц, и потом в феврале, в феврале к нам начали обращаться, ну в церковь, ну потом уже наш пастор говорил, разные еврейские мессианские служители. И вот пастор один раз отбирает пять человек в церкви, нас с женой еще троих людей, и говорит о том, ну, вообще вот скоро очень планируется в нашем городе еврейский фестиваль. И планируется очень такой большой. Вот, и будут участвовать многие города, и мессианские общины. Мы еще тогда слово мессианские общины не очень понимали, он сам, в принципе, не очень понимал. И я вот как, я чувствую, что это надо делать для еврейского народа, а он так открыт для еврейского служения на то время был, ну и сейчас. И его слова, он говорит, тот, кто родился в Бердичеве, тот потенциальный еврей. Да, ну Бердичев действительно раньше был очень еврейским городом, хотя и сейчас это дух еврейства такого колорита, он, безусловно, остался. И он вызвал нас, вот нас пять человек, и сказал нам, что будет происходить, согласны ли вы поучаствовать вот в этом фестивале, подготовке к фестивалю, чтобы вы были как бы от церкви теми людьми, которые будут помогать. Не в рождении общины, а вообще в фестивале. Вот, ну мы говорим, ну хорошо, тем более нас этот вопрос как бы интересовал, а он уже узнал, что мы там срываем домашние группы в отношении Израиля, ну в хорошем смысле. Вот, что нас этот вопрос интересует. Вот, и мы приехали сюда, в Одессу, это вот было в конце зимы, в начале марта, вот, приехали к вам институт, вот, нас пятеро приехало, за нас тут молились, был еще такой Рон Кантор, мессианские служители здесь, который некоторое время здесь учил. Валентин, Татьяна и студенты все, вот, то есть и студенты МГБА, они уже полностью готовились, чтобы приехать в Бердичев и провести эту предфестивальную кампанию, евангелизационную, вот, потому что на то время, ну, немало места они ездили и таким образом служили, вот, за нас помолились, чтобы нас Бог благословил в этом еврейском служении, потом мы поехали еще на одно служение в Киев, на то время уже было еврейско-мессианское служение у пастора Бориса в Киеве, поехали на Пурим, вот, для нас это тоже было все очень непонятно, вот, ну, представьте, этот праздник Пурим, где все танцуют, где все друг друга обнимают, вот, где друг друга никто не знает, но все такие родные и близкие, и просто душа к душе, потому что в церкви у нас было все по-другому, вот, вообще все по-другому, вот, и атмосфера другая, тут такая радостная семейная атмосфера, и нас, ну, стало в этом направлении еще больше, как бы, тянуть, мы начали больше интересоваться, вот, и потом Бердичев к нам начали приезжать из Житомира, есть такой раввин мессианский Антон Антонович, на то время у них тоже уже была община мессианская, вот, и вот нас по чуть-чуть начали обучать каким-то началом еврейского служения, вот, ну, и март, вот, и апрель, и вот приходит это время, когда все начали к нам приезжать, вот, и мы начали участвовать в подготовке к этому фестивалю, вот, а с разных мест приехали служителя разные, ну, это был фестиваль музыки и танца, и музыканты, и певцы, и молитвенники, и евангелисты, ну, всех, кто угодно, и с Минска, и с Черновцов, с Одессы, и с Киева, с Житомира, вот, с Николаева, пастры Олега Щербакова приезжали танцоры и другие люди, в общем, чтобы так, дай Бог памяти всех вспомнить, никого не забыть, вот, с некоторых других стран приезжали, и как нам говорили, что сейчас за Бердичев молятся во многих местах мира, ну, молятся так молятся, вот, хорошо. Вот, ну, и, в общем, начался этот фестиваль, мы с Фаиной были в группе «Порядка» в башерском служении, на этом фестивале мы встречали, так что, Серёжа, это хорошо всё, «Порядки» — это вообще служение самое сильное, когда ты встречаешь людей, тебя видят, и ты их хороший повод для общения, для взаимоотношений, вот, и мы были в этом служении, все три дня, у нас городской дом культуры вмещает тысячу сто мест, и все три дня, конечно же, дворец культуры был заполнен, вот, это был концерт, это были песни, танцы разные еврейские, ну, и, конечно же, были проповеди, призывы к покаянию, вот, и все же, конечно же, понимали, и мы это понимали, что мы уезжаем в Германию, вообще вот осталось совсем немножко, у нас документы уже запущены, всё, и мы на то время начали уже всё продавать, всё наше имущество, всё, что мы заработали, вот, уже начали в городе там отсчитываться, ну, обходной лист есть так называемый, вот, и, в общем, мы должны были уезжать, и фестиваль прошел очень сильно, вот, и было очень много евреев из других миссий Штетлов приезжали, когда узнали об этом еврейском фестивале, вот, и там специальные анкеты делали, в общем, достаточно, несколько сотен людей покаялось, вот, и большая, большая часть, конечно же, евреев, и вот в последний день, в последний день уже, в последний вечер этого фестиваля, стало многим как-то понятно, что вообще здесь должна быть община, еврейская община, потому что все те, все те евреи, они, которые вот обратились, ну, к Богу, и которые реально начали, ну, вот, тянуться вот к такому, ну, к такому, как бы живому прославлению еврейскому, и вот, где есть какой-то еврейский юмор, где есть вот эти вот танцы, здесь какая-то, ну, семейная такая атмосфера, потому что была очень семейная атмосфера, и там церковь, она ж, ну, все братья и сестры тоже ж, они ж практически все присутствовали на этом фестивале, то, конечно, для них это было тоже очень сильно, для всех нас, то есть мы попали, поняли, что это очень что-то такое, что Бог открывает, и это реальное благословение служить евреям, вот, даже если кто-то из скорости понимает благословающих благословлю, это тоже хорошо на каком-то этапе, вот, на каком-то этапе, вот, поэтому стало всем понятно, что нужна община, а кто же будет в этой общине, руководителю, вот, Антон Михайлович Антонович, раввин еврейской мессианской общины в Житомире, он на фестивале был администратором, вот, таким администратором, деловым, хозяйственным, духовным таким служителем, ну, молодец у него, там очень многое получалось, вот, с одной стороны на этом фестивале, конечно, были препятствия со стороны ортодоксальных евреев, ну, разные были, конечно, сопротивления, вот, приходили там и, как бы, и с Хасада, и синагоги, и запрещали евреев, ну, все это тоже как-то проходили, вот, и в последний день он отвечал тоже за вот эти вот карточки, он берет эту кучу карточек, вот, и почему-то он взял эти карточки и начал обращаться ко мне среди всех, там еще была одна женщина, сестра, это моя жена Фаина, остальные все братья из этих пяти человек, которых пастырь отделил на, чтобы мы были в группе порядка, он почему-то берет эти карточки и обращается ко мне, говорит, Вадим, сколько он сказал, или 300, или 200, здесь, ну, в общем, здесь 250 евреев, которые обратились к Кишу, какой Мюнхен, куда ты едешь, вот, вы знаете, а Антон Михайлович, он такой эмоциональный, когда он войдет в свое русло, он такой, в кураж, да, напористый такой, в хорошем смысле, вот, и вот он мне об этом сказал, я на него так посмотрел, даже так как-то обозлился, знаете, ну, то есть я понял, чему это ведет, вот, ну и, в общем, закончился этот фестиваль, и нужно было что-то дальше предпринимать, прежде всего, прежде всего руководителями, пастырь Борис приехал как раз, и с Америки звонят, и какие-то люди звонят, а основное движение было у нас в квартире, вот, вот это передвижение, все звонки, приходы каких-то людей, там все соседи были просто в шоке, что-то начало происходить, я вам серьезно говорю, куча машин разных приезжают, какие-то бородатые дядьки в кипах приезжают, вот, в общем, творилось что-то непонятное, вот, ну и дальше, после маленького перерыва, да, я вам расскажу, что было дальше, хорошо?